Его любят и знают во всем мире. Народный артист, легендарный солнечный клоун Советского Цирка Олег Попов отмечает юбилей в 85 лет. На арену он впервые попал в 14, а уже будучи знаменитым артистом, нашел в костюмерной масс-фильме свою легендарную клетчатую кепку. Анна Деркач поздравила юбиляра. Большой популярностью пользовались выступления Олега Попова. Парижские газеты называли его Чарли Чапкиным у ковра. В этот красный нос, соломенные волосы и беспечную улыбку в 56-м влюбилась вся Европа. Тогда Советский Цирк впервые после войны отправился на зарубежные гастроли. Во время представления чудак в экстравагантном костюме так ловко пародировал жонглеров и акроватов, что, говорят, сама бельгийская королева вышла на манеж и поцеловала его руку. Попов, он практически один из первых, стал соединять отдельные номера цирковые в единый спектакль. Он этим и прославился. То есть выходит номер жонглера, после этого выходит Попов, жонглирует. Номер конотоходца, после этого выходит Попов и лезет на проволоку. После этих гастролей Попов стал героем и на родине. В 28 лет он уже народный артист, редчайший случай для того времени. Его имя не сходит с афиш, а историю стремительного взлета наизусть знает вся страна. Его дебютный номер забраковали, а потом на европейских конкурсах за него же дали 4 медали. Вскоре талантливого клоуна Попова и приметил знаменитый карандаш. Беленькие волосы свои, голубоглазые. Он такой хорошенький, он даже не гримировался. Он как, знаете, из сказки «Иванушка дурачок» на печке сидит. Это кепка. И вы знаете, его решили взять. А в детстве кем он только не мечтал быть. Не здоровилась маме, врачом. Разбивали окно у соседки стекольчиком. Рвались последние ботинки сапожным мастером. Он хотел дать людям недостающие, а в итоге подарил самое ценное. Заставил послевоенное поколение, пережившее голод и лишение, плакать от счастья и смеяться на взрыв. В начале 90-х легенда советского цирка исчез, уехал из страны и поселился в небольшом немецком городке Иглавштайн. И для местных поклонников цирка стал просто счастливым гансом. Почему он порвал с родиной, долгое время знали только близкие. А расстался я с нею недобровольно. И поверьте, братцы, сердцу больно. Жаловался меня и так ограбили в 98-м году, когда все мои деньги здесь сгорели. Ну вот у него была какая-то такая обида невероятная на нашу страну. Новость этого лета. Легендарный солнечный клоун прилетает в Россию. Олег Попов, который и слышать не хотел о возвращении, примет участие в международном цирковом фестивале в Сочи. Добро пожаловать! От такого приема в аэропорту знаменитый весельчак схватился за сердце. Спустя четверть века его узнали без парика и без грима. Едва ступив на родную землю, Попов сказал журналистам всего пару фраз. Но они, после столь длительного молчания, объяснили многое. Самое главное в жизни – это мама, папа и родина. Впервые за много лет зритель вживую, а не на архивных кадрах, увидел его знаменитый номер «Лучик» – визитную карточку клоуна Попова. На фестивале Олегу Попову присудили награду «Легенда цирка». Из-под маски вечно веселого артиста вынули человеческие чувства. И очень рада, что я стою на русской земле. Я когда выхожу в Манесе, для меня праздник. Я не могу ни спать, ни есть, но лишь бы выйти и услышать дорогие для любого артиста аплодисменты. Артист пообещал российским зрителям вернуться снова. Если уж не жить, то хотя бы на гастроли. Ведь, как он убедился, даже спустя 24 года его по-прежнему помнят и ждут. Анна Зеркач, Ольга Березовская, Роман Демидов и Андрей Гочаров. МИР24.